Всем привет! Сегодня у нас новый влог и он будет про зарядное устройство. Как видите, я тут подготовил 4 зарядника от Toolkit RC. Можно подумать, что это какой-то массовый засыл от компании Toolkit RC, но нет. Это все куплено на собственные средства. И тремя вот этими верхними устройствами я пользуюсь уже довольно давно. А вот нижняя, самая топовая Q6AC, оно пришло буквально ко мне на днях. И именно из-за этого я и решил снять этот влог. Рассказать вам о зарядках Toolkit RC. То есть этот влог будет как бы небольшой обзор каждого из устройств. И в то же время я расскажу о своем опыте использования различных зарядных устройств. За те годы, которые я провел в хобби, поделюсь, так сказать, опытом. Итак, какое же зарядное устройство нужно FPV-шнику в своем хобби? Тут, конечно, я считаю, все зависит от того, какие аппараты вы используете. Чем больше у вас различных типов дронов, тем, соответственно, вам, наверное, потребуется и более продвинутое зарядное устройство. Я вот, например, пользуюсь как вупами, так и вот недавно собрал большой кексокоптер. И у него уже вот такой вот аккумулятор шестибаночный. А это вот, например, маленький трехбаночный аккумулятор. Вкратце расскажу историю, какие зарядки у меня вообще, в принципе, были. Ну, конечно же, когда я только начал входить в хобби и купил там первый гоночный дрон iChain Racer 250, был такой, я сразу же приобрел к нему зарядку iMax B6 Mini. Ну, она была в те годы довольно популярная. Это простая одноканальная зарядка на 60 Вт. Она была недорогой и, в принципе, все мои задачи на тот момент покрывали. А задачи были заряжать там, по-моему, три четырехбаночных аккумулятора. Далее, после того, как я собрал себе большое крыло, потом еще маленькое крыло, где-то через год я понял, что неудобно одноканальным зарядником заряжать два-три типа аккумуляторов, когда собираешься на полет, и приобрел уже себе той же фирмы SkyRC D100. Двухканальное зарядное устройство и, кстати, уже со встроенным блоком питания. Я, кстати, в тот момент для себя определил, что зарядное устройство должно быть именно со встроенным блоком питания. Это гораздо удобнее, потому что не требуется использовать, к примеру, вот такой вот дополнительный еще внешний блок. Это лишние провода и лишние устройства на столе. В принципе, то зарядное устройство D100, оно меня устраивало, ну, на протяжении пяти лет. У меня за эти годы выросло количество аккумуляторов, и где-то пару лет назад я стал задумываться, а неплохо было бы приобрести четырехканальное зарядное устройство. Ну, потому что, когда собираешься на полеты, и берешь с собой там самолет, пару дронов, большой-маленький, может, еще большой какой-то дрон взять, и нужно зарядить сразу четыре типа аккумуляторов, а, допустим, маленьких нужно зарядить сразу по четыре штуки. Да, есть платы параллельные, да, но они же все равно занимают один порт. И двумя портами стало, ну, вообще несподручно. Я стал изучать рынок. Я помню, было замечательное устройство Q200 от SkyRC. Это прям жирная такая улучшенная версия, она на 200 Вт была. Я себе ее давно хотел, но особой надобности не было. А когда уже надобность появилась, и я собрался ее купить, она исчезла с рынка. Где-то это было в 22-м году. И, поизучав в те годы немножечко рынок, я купил себе уже зарядники от компании Toolkit RC. И сейчас обо всем по порядку. Итак, начнем мы, пожалуй, с зарядника M4 от SkyRC. Зачем я вообще его купил? Когда я покупал iChain Racer, у него в комплекте шла небольшая такая зарядочка B3. Зарядка B3 позволяла заряжать небольшие двухбаночные и трехбаночные аккумуляторы. У нее вот здесь было два порта, 2S и 3S балансировочных, и она заряжала. Это было удобно для зарядки небольших аккумуляторов. Например, для пульта или очков. У меня вот есть, например, вот такой самодельный аккумулятор трехбаночный для очков DJI-FPV. И вот как раз той зарядкой было удобно воткнуть в него вот эти маленькие аккумуляторы, и они заряжаются. У меня, по-моему, было две или три штуки таких зарядок. То есть основное устройство заряжает именно силовые аккумуляторы. Но потом у меня одно сломалось что-то, и я решил уже купить что-то более продвинутое. И вот этот зарядник от Toolkit RC примерно заменяет те же самые функции. Он чуть более продвинутый. Здесь 4S можно подключить. Но есть небольшой минус в том, что это полноценный балансировочный порт, и требуется подключать дополнительный силовой порт. Если в тех зарядниках достаточно было балансировочник воткнуть, и с них забирало силовые, то здесь уже так не получается. Я вышел из положения, спаяв вот такой вот незамысловатый переходник. Как видим, подпаял силовой либо к 3S, либо к 2S проводу. И, соответственно, меняя длинный это 3S, а короткий это 2S. Меняя силовые, можно таким образом подключить аккумулятор. Итак, сейчас я подключу питание. Вот такой здесь небольшой экран, но есть все необходимое. Теперь давайте я подключу аккумулятор. 3S вставляем в 3S. И вот силовые тоже соединяются здесь через мой переходник. И достаточно теперь что? Что мы можем вообще сделать? Мы можем здесь выбрать ток заряда коротким нажатием 0,5, 1, 2 и 2,5 ампера. И выберем максимальное напряжение, до которого заряжать. Это уже долгим нажатием. 3,65, 4,2, 4,35, то есть ли хайвэ хальтвольтаж может заряжать. И 3,8 вольта до сторожа можно дозарядить. Разряд эта зарядка не поддерживает. Вот зарядка пошла набирать ток. Я поставил 2 ампера, 4,2 вольта. Ну, банки, конечно, не очень качественные, поэтому уже напряжение 4,13 поднялось. Но вот 2 ампера при 12 вольтах, это примерно 24-25 ватт. Она выдает нормально. Довольно-таки неплохой ток. Вот такая вот незамысловатая зарядка, простенькая, но иногда выручает, если вы планируете заряжать, вот такую вот мелочь. Следующая зарядка, которая у меня в арсенале, это MC. Вообще, как я ее купил? Я думал о том, что неплохо было бы наконец-то уже иметь батарейный чекер. Ну, то есть, чтобы быстренько проверить напряжение. Вы представляете, уже занимался на тот момент лет 7-6 хобби и не было чекера. И раз уж я начал выбирать зарядки от Толки Терси, фирма мне это приглянулась, я обнаружил у них чекер М8С, кажется. И он стоил по цене, я потом поглядел, примерно как вот эта вот зарядочка М7, которая, в принципе, тоже может отображать напряжение, но у нее гораздо больше функционала. И я взял и уже подумал, лучше куплю сразу ее. Тем более, полевая зарядка в хозяйстве нужна. Вот так она выглядит, очень небольшая компактная зарядочка, чуть больше и толще спичечного коробка, но с широким возможностями. Производитель заявляет аж 200 Вт, она может заряжать. Сейчас мы ее включим, я покажу интерфейс Толки Терси М7. Отличительная особенность этой зарядки в том, что она дополнительно еще работает как серво-тестер, у нее вот здесь есть разъемчик под заглушкой, под серво. А также как тестер регуляторов, ну, конечно же, выдает обычный ПВМ-сигнал. И еще дополнительно как блок питания. Мы можем поставить максимальный ток и максимальное напряжение. Кстати, максимальное напряжение аж 28 Вольт, а максимальный ток, по-моему, 10 Ампер, да. И когда нажимаем старт, все, система уже готова вот на этом порту выдать нужное напряжение с нужным ограничением тока. То есть, мини-ЛБП часто очень меня выручал в этом деле. Ну, а в остальном функции вполне стандартные. Шестибаночная зарядка. Я ей пользуюсь частенько в поле, если очень сильно высажу какой-либо аккумулятор на гоночном дроне. Он такой вот бывает, ну, типа вот такого аккумулятора, да. И нужно быстренько там с 3 Вольт там или ниже поднять напрругу. Я обычно пользуюсь этой зарядочкой, чтобы не убивать ее и именно в первые минуты поднять напряжение. Кстати, по размерам она примерно такая же, как М4АЦ, но даже чуточку потоньше. Ну что ж, а теперь давайте перейдем к чему-то более серьезному. Это М6ДАЦ. М6ДАЦ это улучшенная версия М6Д с встроенным блоком питания. Как вы уже поняли, без встроенного блока питания я зарядки даже и рассматривать бы не стал. По сути, я на него перешел с SkyRC D-100. Для меня она казалась непривычно маленьким. Ну, насколько я знаю, здесь применен ГАН-транзисторы на Арсене Дегале, которые более мощные при меньшем размере. Ну, по крайней мере, так заявляет производитель, что там на деле, я не знаю. Но за счет этого, видим, как-то удалось скомпоновать и сделать более компактный саму зарядку. Данная зарядка, как вы уже поняли, имеет два порта. Здесь вот у нас посередине не серво-тестер, к сожалению. Ну, в принципе, он здесь и не нужен. Это сенсоры температурные, хотя их вряд ли кто-то когда-либо подключал. Ну, а на задней панели питание от 220 Вольт, питание от внешнего блока питания. Кстати, 750 Вт, по-моему, 700 Вт здесь обеспечивает данная зарядка от внешнего питания. И Type-C для зарядки и обновления прошивки. Кстати, Type-C мощный, 65 Вт. Ну, сейчас я подключу от 4-х баночного аккумулятора, и мы посмотрим, как она работает. Вот такое вот здесь меню, похоже на M7, но, кстати, на русском языке. Да, под эту зарядку силами одного из российских блогеров вышла прошивка на русском языке. Он перевел интерфейс, причем перевел очень хорошо и качественно. Все понятно. Большой экран, здесь уже идет, по-моему, 3,5 дюйма, 480 на 320 пикселей. То есть высокое разрешение без проблем позволяет уместить здесь максимум информации. Я не буду тут вам подробно рассказывать меню, вы это все можете посмотреть в других обзорах. Единственное, могу сказать, что все функции современных хоббийных зарядок здесь присутствуют. Здесь можно заряжать абсолютно любой тип аккумуляторов. Даже вот новомодный, вернее, еще не модный, но новый уже, LTO. И, кроме этого, здесь есть функция блок питания также, но я ее не использовал. И также есть запрограммированные модели Mavic'ов, батареи от Mavic'ов, от Phantom'ов, от Inspire'ов. Их действительно можно заряжать через специальный переходник. Я лично проверял на Mavic 2. У меня есть Mavic 2. Ну, я сейчас не буду это показывать, переходник где-то далеко. В общем-то, эта зарядка моя основная, прекрасно работает, никаких нареканий за почти два года работы не было с ней. Но, конечно, два порта меня всегда в этом плане ограничивают. У меня есть две платы параллельной зарядки четырехпортовых. И когда я начинаю ставить, допустим, шестибаночные вот такие вот аккумуляторы, потом ставлю еще четыре вот таких вот аккумулятора. И плюсом еще у меня есть еще таких четыре аккумулятора. А еще мне хочется зарядить парочку вот таких для небольшого самолета. И приходится это делать как минимум в два присеста, подходить к зарядке. Ну и плюс время тратится в два раза больше на зарядку. И я все время думал о том, что, блин, ну мне крайне нужно четырехпортовое зарядное устройство. И вот в прошлом году Toolkit выпустила, наконец, такое устройство. Кстати, хочу напомнить, там есть у Toolkit четырехканальное зарядное устройство, но оно, к сожалению, под четыре банки. А мне нужно, конечно, сейчас уже шестибаночные. У меня сейчас довольно много шестибаночных аккумуляторов. И вот после того, как Toolkit RC в прошлом году выпустила это четырехканальное зарядное устройство, я сразу же захотел его купить. И сейчас я сделаю небольшое отступление, почему именно Toolkit RC, почему я вообще перешел на эту продукцию. Вообще, достаточно часто я видел в интернете жалобы на компанию Toolkit RC, что будто там постоянно с ними какие-то проблемы. Горят зарядники, приходят с браком, выходят из строя через какой-то промежуток времени. Действительно, я там даже видел в одном из обзоров, как лабораторный блок питания прямо во время обзора сгорел. Конечно, брак есть, но у меня, например, никаких проблем с компанией Toolkit RC, вот с этими зарядниками, которые я вам показал, не было. Те три зарядника я эксплуатирую уже почти два года. Ну а когда я выбирал этот зарядник, в принципе, уже на рынке были устройства, которые подходили к этим требованиям, то есть четырехканальные. Я сейчас говорю снова о SkyRC. Когда-то, 10 лет назад, она считалась, наверное, топовым производителем зарядных устройств в хоббийном мире. И недавно она, наконец-то, обновила свою линейку, выпустив зарядники D100 Neo, ну, серии Neo. D100 Neo, D200 или Q200, там, по-моему, даже две версии есть. И я всерьез рассматривал вот эту четырехканальную версию SkyRC, там, Q200 Neo, кажется, она называется. Она в фиолетовом корпусе. Я не понимаю, почему производитель выбрал такой цвет и не сделал версию просто в черном или белом, сером, каком-то более нейтральном цвете. Но цвет это даже не главное, почему я не стал выбирать компанию SkyRC. Я посмотрел некоторые обзоры на нее, и у нее прям довольно много недостатков по сравнению вот с этой зарядкой. Там что-то, блин, начинает качество экрана и заканчивая отсутствием калибровки сервисной, да, каждого напряжения побаночного, всех контактов, которые есть. Плюс довольно очень сырая прошивка, которая там пилится чуть ли не на ходу уже после релиза. И я прям что-то посмотрел. Это, кстати, не только на конкретно это зарядное устройство. Я посмотрел и на другие устройства, там, серии T1000, по-моему. Тоже плюс-минус такая же проблема. Мне прям показалось, что качество у SkyRC упало за эти годы. Поэтому я решил к ней не возвращаться. Кроме этого, есть прям полноценный конкурент этой зарядки от компании HOTA F6+. Она там по характеристикам почти то же самое. Все то же самое, разве что там что-то Type-C, по-моему, чуть похуже по мощности. Но зато там балансировочный ток чуть побольше. Ну, так как я обладатель Toolkit-RC уже, поэтому у меня вопрос не стоял. Брать ли ход? Я все-таки отдал выбор в пользу компании Toolkit-RC. Итак, что же нас ждет в коробке? Ну, наверное, вы уже смотрели обзор, кому интересно были зарядки. Тут коробочка с силовыми проводами XT90 внешнее питание и Type-C. А вот тут у нас зарядка. Сама зарядка находится. И небольшая инструкция. И защитная пленка к ней. И вот так выглядит само зарядное устройство. Как уже там в этих рекламных материалах сто раз говорили, дизайн взять с Tesla CyberTrak автомобиля. Итак, рассмотрим подробнее. У нас здесь есть внешняя площадка верхняя для беспроводной зарядки смартфона. Потом здесь есть питание внешнее до 30 Вольт. Разъем XT90. Два порта USB. Обычный Type-A 30 Ватт. И Type-C 65 Ватт. Здесь у нас, по-моему, четвертый канал зарядки, который также запараллелен с XT30 разъемом. Что удобно. Мы, например, можем вот такие вот крокотульки заряжать сразу напрямую с порта. Но иногда такое требуется. Так, на этом порту у нас все, что касается внутреннего питания. Разъем с кнопкой. Я так давно ждал кнопку, потому что у меня в D100 не хватало кнопки. Далее в зарядном устройстве Toolkit тоже не было кнопки. Почему не поставить кнопку? Это ведь так удобно. Потому что она обычно всегда у меня в одном месте стоит, запитана от розетки. Чтобы не втыкать, не вытыкать, кнопочку щелк. Чего не поставить? Ну вот, наконец-то дождался. Далее здесь первый канал. Все аналогично. Спереди у нас второй и третий канал. Кстати, датчики, термодатчики убрали. Как видите, их здесь нет. Ну, в принципе, они не нужны. Вот такая еще матовая полоска. Она сигнализирует нам о состоянии всех четырех портов. Позже увидите. Ну и лаконичный дизайн в виде двух кнопок. Переключение каналов. Да, здесь это тоже есть. И роллер. Роллер, в принципе, абсолютно одинаковый. Ах, да, заднюю сторону не показал. На задней стороне у нас просто два вентилятора. Ну, теперь давайте запитаем ее. Вот у меня есть мой аккумулятор на XT90 разъеме. Вот так загудели вентилятор. Вот такая вот мощь. И, как видим, знакомый интерфейс с M6DAC. Я сейчас ее тоже подключу. За счет того, что экраны здесь одинаковые, немножечко изменилась визуальная информация. Здесь два типа экрана. Теперь можно вот так вот переключить. Примерно как здесь. Ну, мне кажется, это, кстати, очень даже хороший режим. Потому что за счет высокого разрешения экрана здесь очень четко видны все цифры. Я сейчас подключу в один из каналов шестибаночный аккумулятор. Да, вот смотрите. Все цифры четко абсолютно видны. Что здесь, что здесь. Размеры одинаковые. Поэтому абсолютно удобно пользоваться вот таким вот счетверенным, так сказать, дисплеем. Потому что здесь, как видите, очень много места теряется. Отступы пошире. То есть в этом плане очень все грамотно сделано. Но если все-таки хочется большой экрана, максимально подробную информацию, пожалуйста, можно и так переключить. По настройкам меню все абсолютно одинаково. Зажимаем кнопочку. И здесь у нас, в принципе, все абсолютно то же самое. Русский язык тоже есть в последней прошивке. То есть устройство максимально похоже. Но есть и отличия. И, кстати, они не в пользу Q6AC. Смотрите. Вот это зарядное устройство может выдавать на канал, получается, 350 Вт. А это 250 Вт. Потому что оно вот здесь на киловатт. Ну, вот видите, 250 на 4. Соответственно, это и накладывает ограничения на синхромод. То есть когда мы можем от двух силовых портов заряжать одну батарею. Это режим синхронизации. Он вот здесь включается. Вот он, режим синхронизации. И вот здесь в режиме синхронизации мы можем заряжать 700 Вт от внешнего блока питания. А здесь всего лишь 500. И это вот, кстати, небольшой минус. Все-таки вот оно в этом плане помощнее. И, кстати, ток балансировки. Здесь 1000 мА, а здесь 800. Разница, конечно, не такая большая. Но она есть. Ток разряда примерно одинаковый. Сейчас попробуем разрядить. Подключил силовой, кстати, порт. И вот смотрите, как прикольно светится вот здесь. Обозначает, что четвертый порт подключен. И, кстати, это не новая фишка. Вот, например, здесь то же самое над разъемами. Есть вот эта вот индикация. Видите? Вроде мелочь. Везде мелочь как бы. И тут чуть-чуть светодиодик добавили. Дисплей покрупнее, почетче. Интерфейс на русский перевели. И тут, там, и все это в совокупности прям показывает Toolkit. Прям, ну, как очень крутое устройство, которое круче этих всех SkyRC, ну, или HOTO. Итак, проверяем. Итак, видим ток 0.50, 0.65. Так, уточнил характеристики. Да, действительно, здесь разряд 12 Вт, слабенько довольно-таки. А здесь 15. 3 Вт разницы. И вы эти 3 Вт видите на своих экранах 0.65 и 0.52 Ампера при разряде этих 6-ти баночных аккумуляторов. Из 3-х баночных разрешать в 2 раза можете умножить. Но здесь, а то 4 канала. 4 по 12, а здесь 2 по 15. То есть, как видите, не везде эта зарядка превосходит версию с двумя портами. Да, кстати, вы можете видеть вот здесь вот мерцание дисплея. На самом деле, я его не вижу. Видимо, здесь частота ШИМ подсветки довольно низкая. Ну, вот на этом экране, как видите, таких проблем нет. Что на камере, что опять же вживую, ничего не мерцает. Яркость выставлена одинаково. Ну, возможно, здесь немножечко улучшили ШИМку. Что ж, ну не буду я этот влог затягивать, каждую строчку меню рассказывать. Нет смысла. Поэтому я сейчас просто эту зарядку устрою стресс-тест. Подключу максимально возможное количество аккумуляторов и выведу её на 400 Вт мощности. Я не буду тестировать чисто от внешнего питания киловатт. Потому что я никогда не буду использовать её от внешнего питания. Тем более на такой мощности. А вот от внутренней на 400 Вт сейчас загрузим её по максимуму и проверим. Ничего ли тут не сгорит, не пыхнет ли у меня в обзоре. Итак, стресс-тест. Я подключил по максимуму всяких аккумуляторов. Ну, на самом деле, это довольно типичная для меня ситуация. Например, согласовали какое-то время полётов. Я такой резко раз. Надо быстро зарядиться. Значит, летаю на гонщики. Вот тут заряжаю 6-ти баночные. Здесь вот 4-4 баночных. То есть 8 аккумуляторов. Плюс надо что-то на большом дроне протестировать. Вот ему заряжаю аккумулятор. И ещё хочу на самолёте на большом полетать. И ещё ему заряжаю аккумулятор. И вот получается 4 типа разных аккумуляторов. И буквально, чтобы там за часа 2 всё было готово. И не перетыкивать их постоянно. Один раз настроил. И, как говорится, забыл. Кроме этого, есть периферии. Есть пульт. Есть очки. И тут, кстати, есть такой нюанс. Я думал, что эти два порта USB могут использоваться одновременно. Но нет. Нигде об этом не сказано. Но вот сейчас я проверил. Одновременно их использовать нельзя. Я уже думал, сейчас я воткну пульт. И вот такую вот батарейку от очков DJI. Чтобы зарядить. Но не работает. Пульт, как видите, заряжается. Зелёненьким горит. А очки нет. Но стоит мне только отсоединить пульт. И как очки начали заряжаться. Ну, ладно. Это, в принципе, мелочи. Тем более, я использую совершенно другую батарею. Поэтому эту батарею, в общем-то, пока не использую. А для другой батареечки есть вот такая вот зарядка. Но, кстати, беспроводная зарядка работает. Вот, смотрите. Ставим телефон. И пошла быстрая беспроводная зарядка. Итак, ставлю 4 А на 4 6-баночных гоночных аккумулятора. Первый канал. Поехали. Уже 93 Вт. Так, загудел уже вентилятор. Ставим, значит, на это 4-баночные у нас аккумуляторы. Ну, пусть тоже 4 А будет. Здесь немножечко добавит. Вот уже 160 Вт. Далее ставим у нас самый большой вот этот аккумулятор. Хотя нет, добьём его в конце. Давайте поставим вот на этот аккумулятор. Аккумулятор. Ну, 5 А тоже. 4S 5 А. Так, ну и добиваем вот этим большим 6-баночным аккумулятором. Поставим ток заряда 10 А. Хотя можно и 15 ставить ему. Но он, я думаю, больше 6-7-то и не выдаст. Поехали. Максимальный. Вот 6,5 А он выдаёт. И 385 Вт. Почти 400 Вт. Обороты вентилятора включились на максимум. Ну, хочу сказать, что хоть и громко, но всё равно мягенький такой шум. Не слишком он уж сильно прям так напрягает. Ну и давайте добьём беспроводной зарядкой. Пошла беспроводная зарядка. Заряжается у нас пульт. Заряжается смартфон. И 4 аккумулятора. Вот в такой вот конфибрации. Ну, на самом деле не 4 аккумулятора, а больше. Причём разных форматов. Ну, пока ничего не пыхнуло, не сгорело. Я, конечно, всегда новые зарядочки под присмотром тестирую. Несколько недель. И когда уже убеждаюсь, что вроде бы всё нормально. В общем-то, можно уже и не сидеть рядом с ними. Но, конечно, без присмотра никакую зарядку оставлять нельзя. Думаю, вентилятор мог бы помедленнее крутиться. Судя по датчику 38,5 градусов всего лишь. Но, опять же, мы не знаем, в каком месте он там находится. Возможно, есть элементы, которые креются гораздо сильнее. Надеюсь, Toolkit всё рассчитали. Что ж, вот такие вот зарядные устройства от компании Toolkit RC у меня есть. Такими я вот буду пользоваться. Ну, конечно, этим я сейчас, наверное, буду реже пользоваться. Потому что есть это. Но, в любом случае, ещё вот как минимум вот эти два устройства довольно-таки востребованы у меня получается. Конечно, такая мощь, такой арсенал зарядных устройств вряд ли потребуется большинству. Да, но вот некоторым, у которого вот именно такой большой зоопарк аккумуляторов, которые ограничены, допустим, во времени, чтобы всё это зарядить. А потом ведь это ещё надо и зарядить до сторожа, да, или разрядить какие-то аккумуляторы. То, конечно же, с этим устройством жизнь станет в этом плане гораздо проще. Поэтому, если у вас есть возможность, и ваш опыт работы с аккумуляторами примерно похож на мой, да, то прям советую приобрести это устройство. Ну, а дальше смотрите, что у вас там по потребностям, так сказать. Брать избыточную зарядку, если вы ей не будете пользоваться, тоже, в принципе, нет смысла. Что ж, вот такой вот необычный влог-обзор получился сегодня. Надеюсь, он вам понравился. Пишите в комментарии, если у вас остались какие-то вопросы. А также просто пишите в комментарии о вашем опыте, какие у вас есть зарядки, какими аккумуляторами вы пользуетесь. Потому что, чем больше комментариев, тем больше этот ролик будет показывать другим пользователям. Ну, а на этом у меня всё. Всем спасибо за просмотр. Пока! Субтитры сделал DimaTorzok